Добрый день! Это видео будет о том, как затачиваются ножи для шхиты. Мы начинаем точить нож. В первую очередь это делается только с водой. Без воды мы испортим только нож. Начинаем с красного камня. Пять движений на одну сторону и пять на другую сторону. Это твой личный угол, спрашиваю я? Нет, говорит, это средний угол, не слишком высокий, не слишком низкий. Такие легкие движения, ты что-то с этим снимаешь. Можно делать резче и сильнее, но с одной стороны ты быстрее затачиваешь, с другой стороны ты можешь испортить нож. Одно неверное движение и все твое лезвие испорчено. Речь идет даже не о том, что оно будет негладким. Ты испортишь все лезвие, все острие. Острота не будет достаточной, будет испорчена. Важно не класть пальцы на само лезвие. Это увеличивает давление и тогда заточка происходит неравномерно. Обычно те, кто учится, они делают нож с таким как определенным как животиком. То есть они делают в середине они вкладывают максимальное усилие. Максимальное усилие. И получается, что в середине они затачивают больше всего. И получается как такое... Нож не то, что становится не кошерным, но это у нас очень сильно усложняет процедуру заглаживания ножа, так называемого. Раз-два-три-четыре-пять. Раз-два-три-четыре-пять. Одно из важных вещей, которые учатся, когда начинают работать в этом... в этой области, это у каждого камня есть свой звук. Когда ты... Соответственно, звук о правильном... правильном ты знаешь, находишься ли ты в правильном положении и на каком... и на каком камне. Если ты слышишь какой-то другой звук, значит, есть какой-то момент грязи или пыли, которые находятся между тобой и... между ножом и ножом и камнем. То есть, когда ты счищаешь, тогда остается какое-то... железо, остатки... Да. Поэтому вода постоянно снимает эти помехи, эти... как бы металлическую пыль, которая снимается при заточке. Тем самым ты сохраняешь нож гладким. Заканчиваем первую стадию, и мы должны знать, можем ли продвигаться дальше. Теперь мы должны ногтем проверить, на какой стадии мы находимся и можно ли продолжать дальше. Это не называется еще, что мы проверяем нож. Просто проверяем ногтем, что первая стадия позволяет нам продолжить дальше. Нужно проверить, насколько он острый. Можно проверить таким образом. Соответственно, насколько тонкое острие. это лучше проверить на коже. Вот так вот он... Как он срезает. Как он режет. Немножечко берем кожу. Наш преподаватель прямо режет себя на глазах ради науки. Он не очень острый. Если бы он был более острый, он бы резал лучше. Здесь как бы не получаем никаких ран. Он объясняет, почему он так спокойно нам это показал. Теперь начинаем белым камнем. Начинаем обработку белым камнем. То же самое. Раз, два, три, четыре, пять. В этом видео не очень много разговоров. Больше дела. Как вы делаете? Каждый раз после окончания стадии я проверяю. Все время пять раз с одной стороны и с другой стороны. для того, чтобы острие было именно в середине. Чтобы нож был одинаковый. Одинаково заточен с обоих сторон. Нужно смотреть, чтобы все время одинаковым образом вы затачивали. Под одинаковым углом с одинаковым движением руки. Третья стадия. Это уже мы начинаем заглаживать. Все то же самое. Мы заглаживаем. Какие-то шероховатости. К чему ты хочешь прийти, спрашиваю я у нашего учителя. Я хочу, чтобы он был максимально гладким. Чтобы когда мы будем проверять этот нож, чтобы мы точно знали, какие есть недостатки, когда мы будем проверять этот нож. И есть ли они вообще. Самое важное. Закончили третья стадия. Переходим к четвертой. Зеленый камень. Опять то же самое. Пять движений. Нужно работать по всей поверхности камня. Для того, чтобы нож получил одинаковое количество заглаживания. Видите, как он старается, чтобы вся длина ножа... Сейчас мы закончили эту стадию. Большое спасибо. Скоро мы перейдем к тому, как непосредственно проверяется нож. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok